У Юрия Батурина не было протекции от Пугачёвой. Всего в жизни он добился сам. Я брак. Я с ними не общаюсь с 24 февраля. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Сливки Общества. Ставьте лайк на ролик, и вам точно сегодня повезёт. И не забудьте подписаться, впереди много интересного. А мы начинаем! Юра Батурин с детства мечтал стать актёром. Он рос обычным мальчишкой, был в меру шаловлив, иногда получал выговоры от директора школы за плохое поведение. Любил гуманитарные предметы, читать и кинотеатр. Мир кинематографа его бесконечно манил. Своё первое театральное образование Батурин получил в Днепропетровске. Учился, правда, на кукольном отделении, а спустя несколько лет полной надежд и мечт он уехал покорять Москву. В Гетис Юрий поступил с первого раза. Попал на курс к самому Марку Захарову, что давало ему возможность перенять всё самое лучшее у мастера. Но сам мастер не был им доволен. Батурин был подающим надежды. Ещё студентом участвовал в спектаклях в Минкоме. Мечтал попасть в труппу после получения образования. Но Захаров ему так прямо и сказал, не дотягиваешь. Эти слова для молодого и амбициозного Юрия стали ударом. Он сильно разобиделся. Вместо того, чтобы выдохнуть и попробовать устроиться в другие театры, пойти на пробу в кино, он решил совсем уйти из профессии. Пробанул с плеча. В родную Украину поехать не решился. Как вот так вот вернуться домой? Стал искать своё место в жизни. По итогу, перепробовав несколько мест, Батурин стал работать обычным барменом в ресторане Аллы Пугачёвой. Примадонна с 90-х стала заниматься бизнесом. Ресторан – один из них. Работал он старательно, поэтому даже повышение получил. Стал администратором. В ресторане Аллы Пугачёвой Юрий видел очень много знаменитых гостей. Однажды туда пришла компания прекрасных девушек-моделей, среди которых он обратил внимание только на одну – Ирину. Девушка нечаянно разлила напиток и предложила оплатить ущерб, но Юрий, как настоящий джентльмен, взял вину на себя. Девушка успела оставить свою визитку, и актёр сразу воспользовался такой возможностью. Уже через несколько свиданий Батурин сделал Ирине предложение. Поженились они скоро. Прошёл год. И если в личной жизни у Батурина всё наладилось, то на профессиональном поприще было глухо. В погоне за длинным рублём актёр проработал несколько лет дальнобойщиком, а потом в рекламе. В актёрство Батурин вернулся в 2000-х. Начал с малого, с тростепенных ролей. Дальше – больше. Постепенно к нему пришли и слава, и успех. Многим телезрителям Батурин запомнился в сериале «Знахарь» и «Обручальное кольцо». На данный момент в его копилке около 100 разноплановых ролей. Наладилась и профессиональная сфера. С супругой Ириной осталось только исполнить одну заветную мечту – рождение ребёнка. Но у них долго не получалось. Их единственный сын Богдан родился в 2013 году. Имя такое не случайно – Богом Дан. Вымаленный и долгожданный ребёнок. После появления на свет, малыш заставил понервничать своих родителей и врачей. Богдан родился очень слабеньким. Его буквально выхаживали. Но сейчас с ним всё хорошо. На данный момент Батурин продолжает сниматься. Ирина работает редактором журнала «Мод». Их сын подрастает и радует своими успехами в школе. Хотя в личной жизни и карьере у мужчины всё прекрасно, есть боль, которая не даёт ему жить счастливо. Мама, папа и младший брат актёра остались жить в Украине. И сейчас знаменитый родственник стал для них настоящим врагом, поскольку не стал на их сторону в спецоперации. Я с ними не общаюсь. Меня все считают врагом и предателем. Я с трудом понимаю, почему. Большую роль в отношениях с семьёй сыграла в первую очередь информационная война. Да, ведь каждая сторона конфликта освещает новости по-своему. Но актёр всё же надеется, что однажды сможет обнять любимую мамочку младшего брата и отца, который был для него всегда примером. Субтитры создавал DimaTorzok